Опять одно неожиданно сломалось, а другое давно вышло из строя. Штаб по подготовке к новому отопительному сезону начался с того, что представитель МУП ЖКХ Полевское объявил о вышедшем из строя газовом котле в психиатрической больнице станционного Полевского. А денег, как водится на восстановление, нет. В прошлый год СНК ремонтировало котел на станции Полевской, которая опять потратила, потому что все секции были бэушные. Значит, обошлось. Смета 936 тысяч. Нет, на этот раз какая смета? Я говорю, примененная смета 936 тысяч. И плюс еще материалы, которые не хотят думать. Ну, полтора миллиона. Председатель городской думы предупреждает, если МУП ЖКХ Полевское не успеет до депутатских каникул обратиться с этим вопросом в думу, то проблема подвиснет. Только что эти полтора миллиона? Если на другие цели надо еще 16 миллионов, тогда, говорят, можно будет запустить тепло на машзавод. В запуске тепла на машзавод, значит, сколько это будет стоить денег? Вот примерная локальная смета, значит, будет стоить 16 миллионов. Замена участка от 16-й школы до машзавода – 16 миллионов. Решение будет все-таки за главой. Проще, наверное, если 15 миллионов восстанавливать теплотрассу, наверное, смысла нет. Проще, наверное, восстановить источник тепла. Альтернативный именно на этот машзавод. Итак, теплотрасса, газовый котел. Чтобы его восстановить, нужна такая сумма. 11 миллионов? Нет, не 11 миллионов, а полтора миллиона. Насчет 16 миллионов – это речь шла о том, что, значит, восстановить теплоснабжение на Полевской машиностроительный завод. То есть теплосеть была отключена в прошлом году. Естественно, она пришла в негодность после того, как полтора года она простояла без воды. Вот чтобы ее восстановить, ну, потребуется до 16 миллионов. Ну, это по минимуму. То есть это мы взяли вот чисто вот так, ни в какие-то, скажем, подробности не сдавались. Есть вопросы и у отдела гражданской обороны. Их надо тоже снять до холодов. Дело в том, что в полдневой у нас на данный момент присутствуют еще угольные котельные. В прошлом году решался вопрос, что площадка в связи с тем, что отсутствует специальная площадка, там у них складирование угля запрещено. То есть они работают с колес. Поэтому предварительно должен быть договор. Согласованы вот эти все вопросы подвоза у этого угля своевременно, без задержек, чтобы эти котельные постоянно снабжались топливом. Плюс, добавив ко всему, в соответствии со всеми ГОСТами, котельные должны обеспечиваться резервным источником отопления. Директор управляющей компании «Южное коммунальное предприятие» Александр Кинош отчитывается о работе коллектива. В том числе отмостки, приемки, входные группы 70%. Ревизия запорной арматуры 100% уже запланирована, выполнена. Задолженность населения 18,3 миллиона. А это уже генеральный директор Полевской коммунальной компании. В общем, по энергосетям и пожилому фонду выполнено на 0,33%. От 27 миллионов – это 8,2 миллиона. По энергетическим сетям – это 19%. По жилому фонду – это 40%. Вот посмотрела по округлям, как выполнять дальше работы. 30 дней – это дожди. Скорее всего, мы будем отставать тупо из-за погоды. По графику будем отставать только из-за погодных условий. По задолженности на 26 июня бюджет всех уровней – 7,5 миллионов рублей задолженность. Население – 107 миллионов рублей. Юридические лица – 39 миллионов рублей. Задолженность перед Северским трубным заводом – 177 миллионов рублей. На 1 июля планируем выйти на задолженность с выставленными счетами на 186 миллионов рублей. Председатель Думы Полевского городского округа Олег Егоров подводит итог сегодняшнего заседания. Здесь речь, наверное, главная – это специалисты. Но пока вот этот штаб по подготовке к этому периоду проходит в том же режиме, что и в том году. Много вы правильно сказали неизвестного, непонятного, вопроса пока не решается. Вот сегодня озвучили, что ждем главу. На следующей неделе совещание будут проводить. С котельной и новой энергетикой – большой вопрос. Работы не проводятся подготовительные. С 16-й школой – большой вопрос. Школа замерзала зима. И много-много вопросов. Конечно, это вопросы в основном по южной части. Не в основном, а по южной части. Вы знаете, вот что касается полевской коммунальной компании, то вы чувствовали, вопросов здесь нет. Компания работает, значит, и мероприятия проводят в плановом порядке. Ольга Фролова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день. Субтитры создавал DimaTorzok